здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала я всех вас рада приветствовать спасибо вам большое за то что вы поддерживаете мой канал лайками также подписывайтесь оставляйте свои комментарии оставляйте мне запросы на те видео которые для вас были интересны и актуальны я продолжаю вас знакомить со старшими арканами тару безумной луны сегодня у нас старший аркан отшельник отшельник что мы здесь видим отверженный лунного королевства в полном отчаянии мы видим что человек сжался на каменном полу прикрывая голову лицо руками страдания на лице эмоционально весь обращен в крик но однако его крика никто не слышит кроме конечно же луны здесь он стесняется самого себя и своего не пропорционально большого тела здесь мы видим что человек пытается спрятаться съежившись он обхватывает голову руками за окном также серый мир серые стены серые дома отшельника пугает даже собственная тень рядом лежит дохлая мертвая гнилая рыба с пустыми глазницами и кстати вот эта рыба также повторяет позу отшельника на его теле проступают трупные пятна и отшельник подобно рыбе гибнущий без воды душа отверженного погибает от одиночества на заднем плане виднеется мрачное здание психбольницы с решетками на окнах очень скоро и он может там оказаться но здесь есть уже яркое пятно ногти красная помада и красные ногти значит все таки что-то он пытается сделать для себя для себя для любимого основное толкование это отшельник это отверженный не нашедший в этом мире тепла и близости его ногота символизирует полную беззащитность не умение адаптироваться отверженный не решается прямо говорить о своем одиночестве пытаясь привлечь внимание деталями опять-таки красными ногтями и помадой его тонкие длинные пальцы говорят о чувствительности и ранимости человек сам посадил себя в каменный мешок и загоняет в угол мрачными мыслями доводя себя до безумия он боится даже собственной тени что за ситуация это ситуация тотальной изоляции когда когда хочется человеку плакать выйти что называется на луну сложность в том что с одной стороны человек кричит именно в таком месте где его некому услышать ему не хватает решимости выйти во внешний мир с другой стороны девятый аркан говорит также окраине физическим и умственном перенапряжение когда человек хочет чтобы его просто оставили в покое простите что можно сказать о о личности до характеристика личности это конечно же одиночка но как правило это одиночка по неволе вечный аутсайдер которого не брали в уличную компанию обижали в школе и когда человек вырос во взрослой жизни он сторонит сообщения хотя в тайне очень сильно в нем нуждается часто обладает непривлекательной внешностью отталкивающей внешностью это серый такой маленький человечек во всех смыслах носят серые вещи у него скучные мысли грустное настроение и он настолько не суразен что все равно обращает на себя внимание обшельник уверен что хорошее происходит только с другими людьми но не с ним и он не заслужил вот этого человеческое счастье какие тут отношения отношения отношений вообще нет человек устал от одиночества даже готов связаться с любым кто окажется рядом и как герой карты смотреть сквозь пальцы на недостатки партнера основная мотивация отношений если они все же есть это страх остаться одному партнер необходим он нужен чтобы заполнить пустоту в душе но это бездонная дыра еще сильнее отпугивает возможных претендентов человек не может сам собой разобраться сам себя понять здесь по большому счету нет любви к самому себе и в то же время отсутствие попыток завязать какие-то отношения потому что он не уверен в себе есть страх что вот ему откажут но отношений никаких нет здесь как правило человек сам с собой что касается работа это когда человек остается с непосильной работой ему кажется что задание очень много он устал но он боится сказать и заявить об этом начальству или например партнеру то что он не справляется то что ему тяжело это это однозначно какая-то безвыходная ситуация в которую сам себя отшельника загоняет и попросить о помощи боится и сказать правду боится потому что есть вот эта неуверенность еще могу сказать что профессия не требует контакта с людьми например программирование либо дистанционная работа крайне ограниченность деньгах нужда перебивание с копейки на копейку жизнь на сбережение отсутствие финансовой помощи в девиации это принудительная изоляция тюрьма псих больница панические атаки страх выйти из дома аутизм невозможность принять свое тело что касается карты дня на карте луна луна растущая она очень далека от героя и если отшельник выпадает на карту дня в этом в этой фазе луны отчаяние скрашена пусть очень слабый но надеждой и вот этот молчаливый крик о помощи направлен вовне и имеет шанс быть все-таки кем-то услышанным на убывающий жилу не отчаяние безмерно сил сделать шаг навстречу миру нет а крик направлен внутрь себя и и превращается в самоубивание совет карты как правило не нужно молчать и обратиться к близким выговориться снять с себя вот эти вот оковы зажатость и прежде всего перестать себя осуждать и винить в других и быть вот этим вот аутсайдером даже вот эти вот скрещенные ножки говорит о том что да у человека нет вообще никаких близких отношений вот это вот неестественная худоба это говорит о том что конечно там никаких нет средств для того чтобы человек хорошо питался и опять таки посмотреть на тень здесь опять таки отшельник он накрывается другой рукой свою голову как бы защищаясь защищаясь даже от самого себя от своих мыслей и конечно прежде всего эта карта она вызывает чувство сострадания смотришь на такого человека и вовлекаешься вовлекаешься в эту историю и понимаешь что есть люди которые нуждаются в помощи да они может быть кричат но их никто не слышит потому что скорее всего их крик направлен внутрь себя я желаю вам всего самого доброго до новых встреч берегите себя берегите своих близких следующая у нас карта будет колесо фортуны 10 аркан до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч